здарова бандосы вторая серия прохождение кены продолжаем с того места где закончили закончили в прошлый раз собственно мы покинули стартовую локацию его пришли и так понимаю в открытый мир воспринялась карта карта мира та часть которая нам пока доступна это поймать закрытые зоны их надо как-то разблокировать судя по всему будет и вот справа написано у нас скажем процент исследования локации судя по всему тлена так тленыш эти маленькие пидорасы черные которые те которые милахи в общем мы поняли какие-то шляпы 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 шляпа головного убора что ли что-то шляпы 21 штука храм света почта духов это так понимаю то что можно заисследовать что-то заизучать и в этом плане она мне еще больше напоминает breath of the wild посмотрим дальше что она может предложить игра именно в плане геймплея то есть внешне выглядит очень красиво примут пиксаровский мультик и по моему тому я точно не могу сказать наверняка но в общем разработчики данной игры в частности художники они как раз рисовали до этого мультики возможно собственно даже из пиксара какие-то ребята но игра не до этого не делали по моему как так если я ничего не путаю если я что-то путаю пишите в комментариях так это какая-то деревня и судя по всему она заражена ну так и сказал деревне да и вот у нас учета залочные какие-то двери что такое изучить давайте изучим ручей какой ручей никого ручья не вижу но я предполагаю что так будет но это было не точно ну то что за в общем это нужно все-то как-то разлучить как-то разблокировать кого-то чего-то верно же по по белому собственно в центре понятно я все понял не надо кричать чувак сначала нужно очень разбить эти спрятались теныши разбежались ребят потолще такие же пассивные в бою как и прочие мелкие твари это раз он второй вижу не очень не нравится то что приходится совершать несколько действий почему они драм могу сразу запустить этих вот тленыши и они чтобы сразу все расхерачили то есть я должен нажать р чтобы они напали на эту точку подбежать нажать не такой очень что делаете лишние действия то есть то что можно сделать было одной кнопкой приходится делать двумя нажатиями делегка со шляпами отлично сундук какой-то стоит карма и улучшение тюжете конечно врагов так прокачали карму что за карты карта собственно понятно духи духи нам пока недоступны нужно 100 кармы у нас их 40 было 75 теперь чем он давайте это я потом буду уже за кадром изучать думать они особо интересно это не прокачки всякие не было лично было не особо интересно смотреть что это такое шляпа клевер шляпа для тленыши я думал шляпа для меня это шляпа для тленышей ладно разберемся вот собственно я думаю в магазине шляп мы сможем опять таки чтобы открыть сундуки мне приходится нажимать ку нахрена непонятно опять таки то есть это третья кнопка а нормально то есть я их нашел и теперь чтобы шею их использовать не должен потратить какие-то вот эти вот кристаллы да и подавайте-давайте купить ключ нужно зажать я купил 4 да ой понятно нужно было купить разные шляпы я купил одного вида 4 штуки молодец спасибо игра все очень понятно никаких разрешений на подтверждение мол типа уверен я не уверен я просто может просто навел попробовал нажать чтобы попробовать в итоге я сразу как будто купил а что дают шляпы просто внешний вид что это на чего непонятно и старый свой беды и 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 масок храм масок салазок так вот еще один походил как тленыш . . телепорта что летали что это храм масок возможно для быстрого перемещения но это не точным там храм масок судя по всему давайте пробежимся тут река перекрывается вон опять эти ребята кругом и ротт им quite fond of you usually to me Что-то мне скажет, что ты не пришла к нашей городе, рассмотрев на животных. Привет, espíritu. Я собираюсь уходить в Страни Святой Муты. Наша городка связана к энергии срани. Но эта мощь пройдет много лет назад. Страницы сранились. Страницы сранились в трагедии нашего прошлого. Ты должен помочь этих сраниц, если ты захочешь reach the mountain shrine. На моем пути я встретила твои дети. Они просили меня помочь для этого ребенка, как Таро. Я не удивляюсь, что Бенни и Сайя тебя нашли. Они сраницы, и они сделают ничего для своего брата. Мы всегда сранили маски сраницами, чтобы увлечить тех, кто прошел. Пошли здесь, маски сранились в тюрьму, помогающими путешествиями в следующей жизни. Моя папа была спирта. Наши традиции разные, но... Он помогает много спирта пройти от этой жизни до следующей жизни. Так что ты знаешь, что случится к спиртам, которые не смогут двигаться. Возьмите маску Таро. Он поднялся к его спирту, и будет помочь тебе исполнить твою предупреждение для детей. Посмотри на Бенни и Сайя. Их братья их братья будет сложной для них. Вот это уже похоже на какую-то интересную механику. Нажмите Т. Прикольно. Прикольно. Там что-то в дереве. Судя по всему. И что здесь? Или это не в дереве, это нужно было, наверное, просто просвечивало через дерево. Да. Ну, собственно, это проход, где была, собственно, маска на рисунке. Давайте мы вернемся. Быстренько прибежим по кругу. Здесь наверняка что-то можно собрать. Или нет. Хочется нажать Shift для того, чтобы ускориться, чтобы бежать быстрее. Хотя, вроде она и так неплохо бегает. Но хочется быстрее. Походило, нужна еще какая-то другая маска. Быть кажется, давайте попробуем башкой долбанемся. Нет. Пройти нельзя просто. Думал, опять отшатнет. Но нет. С другой стороны, могли сделать просто вот кнопкой едут, как мы вот этой энергией всего круга исследуем. То есть, как в играх у некоторых сейчас современных сделано, чтобы подсвечивались объекты. Интересно. А теперь у нас есть отдельно маска, отдельно... Это что? Что это мы нашли? Еще один пленыш. Так. Ну, тут мы не пройдем, понятно. Вот здесь как раз нужна маска. Маска кого? Маска взрослые лисы. Кто это там, дракон? Ну, лиса явно вот у нас есть маска. Таро. Сейчас давайте предварительно сейчас здесь еще раз здесь все пробежимся, чтобы сюда больше не возвращаться. Чтобы на это время не тратить в дальнейшем. А ну вот, собственно, там они... Тут спрятался, там спрятался, а тут какая-то ж... шляпа. Вот сундук, кстати. Проказанный сундук. А, ну, под защитой, да? Этих чертей. Ну, пока никакой угрозы не представляет вообще. Я их просто спамлю. Ага, сундучок. Применит лент зачем-то. Сейчас разберемся. Я надеюсь, там какие-то шапки, я не знаю. Тут опять кристаллы. Жрите. Сожрали какой-то фрукт. Молодцы. Пейти. А. Мммм. Окей. И вот тут что-то тоже разлучилось. Цветок. Что это? Какой-то цветочек. Банька. Туда нельзя, да? А что цветок? Что он? Что делает? Непонятно. Ну, кстати, вон там наверху, что-то какая-то хрень, которую можно разбить, разлучить, что-то с ней сделать. Возможно, туда можно будет попасть потом. Да, вот через эту дверь, когда мы получим доступ. Но это пока не сейчас. Вчера селись. Что здесь? Так, просто. Ясно. Ладно, все, давайте. Погнали. По сюжету. С ними нужно говорить? Эй, это Таро с маской? Ты дала Таро? Ты дала Таро? Может, ты можешь использовать ее, чтобы открыть эту дверь? Давай. То есть, без маски я не могу. То есть, просто пройти нужно именно маску напялить. Угу. Напялишь маску перед дверью и... Давайте, пойдем за ней. Ну, еще мы поисследуем. Так, это что? Что с этим делать? Давайте, потрясите горшок. Почему я не мог просто кнопкой Е собрать? Что это такое? Что еще с этим делать? Ммм. Это просто получается. Просто нихера. Так, там мы были. Туда я, скорее всего, не доплюгну. Это, типа, даже не шоткат, я не знаю, что это такое. Возможно, у нас не хватает какого-то навыка. Чтобы воспользоваться. Вон, там тоже какие-то шары летают. Вон, спереди шары. Ммм. Ага. Я не могу подъедуть с этой стороны. Нужно только с той. А я могу кто-то, мол, их попросить? А что я не только кнопку нажимаю все время? Давайте там залезьте. Вы же могли просочиться. Вы же могли просочиться. А, ну, собственно. Пляха. Поставьте это вот сюда. Поставьте. Да почему? Не попадая по кнопкам, задались-то. Теперь вы только херобору хватаете. Извобождайте. Вот что ли, сундучок? Почта духов. Почта духов. Ну, судя по всему, в этой игре придется очень-очень много бегать. Верните. Почта духов. Он отмечен на вашей карте. Чем он отмечен? Кем он отмечен? Да-то там типа. Давайте. Вернем. Вернем. И сейчас, собственно, он дом разлочит, да? И давайте, наверное, чтобы победим. Победим. И давайте, наверное, что победим. Победим. и что это кусочек травы кусочек отваги или как он там правильно назывался ты очистили домик старика судя по всему а нет не старик от мальчишку это мальчонка освободили он очень проблемы были в деревне цели по всему раз вся деревня такая запустение типа ищем через 6 есть я нашу щадим в доме есть сундук так она дверь собственно я думал как там опять исхитриться попасть нет просто зашли забрали какие-то грибы забери получили шапку очередную давайте пойдем прямо потому что конечно тут можно очень долго так а тут вот что там опыт мы были мост нужно опустить здесь нужно победить тех гадов но пока не могу забрать да вот какой-то мой противник и и и и и и и еще уберемся так не могу не успел заблокироваться да, о, кстати, на драмале меня сильно подп... да, мальчик задамажили ах ты пёс, ах там двое, трое пшел вон, щенок и какой-то цветочек, росточек появился что это такое? что это такое? чего? как ебать как неудобно управлять в это состояние ими? давай сюда думаю на геймпаде этим пользоваться гораздо проще ну давай, пора ползи поближе угу так, тут, наверное, ничего больше не осталось, да? давайте пройдем дальше и уже скоро, наверное, нужно заканчивать вторую серию ах ты такую штуку уже видел ничё? я что-то прослушал, он пропустил а, типа нужно палить нужно палить нужно палить, судя по всему то же самое нужно было сделать там вначале а, ну понятно, да тут есть какой-нибудь секретик под водопадом нет ни хера место, понятно нужно ж им скверну разрушить это какой-то тотем проходит там и здесь что-то почистили дерево ну и проходит давай почистим тоже вот такая игрушка вполне себе медитативная то есть тяну боевка есть, но боевка такая в целом плюшевая ничего особенного если там немножко приноровиться и думаю никаких сложностей она нам не предоставит куда-нибудь дойдем уже до чего-нибудь оттуда нельзя там какая-то грязюка спуск поход делом чтобы на обратном пути и вот мы добрались до некого храма точка телепорта предыдущего предыдущего то есть начало ну все, давайте сейчас этот босс файт не босс файт в общем этот файт пройдем и дальше там решим решим ну что ты мы ждем спешу пропускаю удары соответственно хотя можно было и не пропускать так как я сказал тоже нифига не босс так я же увернулся ёк хрень ли театр ну давай а пахерят с собой где мелкие черты ого ты можешь чаржиться еще у нас все шансы пока отъехать да бляха нельзя прервать атаку давай еще раз давай еще раз начало то был нормальный да да Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... А нафига я очистил вот это дерево, кстати? By the way... Ну и... Тут что-то было, что ли? Применит тлен? Что тут можно было делать? А, понятно... Ну вот с этой хернёй ещё файтится, когда на тебя нападают Я не знаю, что там... Здесь они, конечно, типа сильные херобора Как вот мышкой управлять это вообще почти нереально Для гейм... Ну, в общем, судя по всему, игра заключена под геймпад Так, всё, давай, последний момент... Тут, конечно, можно долго залипать Чё там? Что это? Чё надо нажать? Ку? Е? Ха-ро-шо... Ха-ро-шо... В общем... Походу, в второй части Моё представление об игре Ну, нифига не изменилось То есть, красиво Но Довольно скучно Пишите в комментариях Понравилась вам игра, не понравилась Что понравилось, что не понравилось Будем, не будем продолжать прохождение Мне, честно говоря, не особо интересно И... Три рубля За которые у неё просят на EGS Чё-то, конечно Цена, пиздец, как завышена А на этом сегодня всё Всем всего Пока